Ей 52 года, и она была вынуждена бежать в Штаты из-за скандальной позиции её мамы и отчима, а её дети уже давно живут там. Сама она пытается заработать на турецкой сцене, прилетая на частном самолёте на закрытые вечеринки. Но последние новости о её возвращении в Россию для новогоднего чёса возмутили соотечественников, которые призывают навсегда закрыть двери для неё и её семьи. Почему Кристина Арбакайте попала в немилость и из-за чего её так ненавидят на родине? Сегодня мы расскажем о её непростой судьбе и скандале, перевернувшем её жизнь. Кристина – коренная москвичка, которой посчастливилось родиться в семье Примадонны и литовского артиста Миколаса Арбакаса. Сначала она жила с родителями папы, потом с родителями мамы, переходя как ненужный атрибут от одной семьи к другой. Детство девочки было наполнено всем, кроме присутствия родителей. А когда ей исполнилось четыре года, они развелись. Слава к Кристиночке пришла очень рано с ролью в фильме «Чучело». С первого класса Арбакайте занималась вокалом, училась играть на пианино и углубленно изучала английский язык. Помимо этого, она мечтала стать балериной. С ростом в 173 см и весом в 54 кг она органично смотрелась на сцене, но в какой-то момент передумала ломать себе жизнь этой сложнейшей профессией. Впервые в качестве певицы она появилась на экранах телевизоров в программе «Веселые нотки», а потом с удовольствием выступала на маминых рождественских встречах. Но ее первые выступления на большой сцене не произвели эффекта, а скорее наоборот – насмешки и осуждения. После неудачных попыток Алла Борисовна решила серьезно взяться за вокальное воспитание дочери. Кристина первые несколько лет делала только одно – пыталась доказать, что она все умеет сама и мама здесь совершенно ни при чем. Арбакайте развивала свои способности и как актриса, и как певица. Окончила Российскую академию театрального искусства и служила в МХТ. Успешно снималась в фильмах, комедии «Любовь, морковь», где органично смотрелась с Гошей Куценко. А множество наград на музыкальном поприще не заставили себя ждать. Ее даже признали в свое время самой популярной певицей России. А вы помните ее нашумевшие хиты? Под что танцевали вы? Она успевала все – учиться, выступать, снимать клипы и даже вести бурную личную жизнь. Да-да, и это в 15 лет. Ей едва исполнилось 16, когда она начала жить с Владимиром Пресняковым. Но отношения молодые люди регистрировать не торопились, даже когда Арбакайте стала совершеннолетней. Первенца сына Никиту певица родила в 20 лет в Лондоне. Не для того, чтобы быть подальше от зорких глаз прессы, а чтобы спокойно насладиться радостью материнства. Со слов прессы, Примадонна была очень довольна зятем, ведь он держал дочь в ежовых рукавицах, не позволяя много пить, употреблять запрещенные вещества, хоть сам иногда и грешил и тем, и другим. Но к несчастью отношения распались. Поговаривали, что Пресняков был неверен возлюбленной, а разлучницей стала модельер Лена Ленская. Владимир отказывался давать интервью по этому поводу, но спустя время именно Лена и заняла почетное место супруги певца. Второе сожительство Кристины тоже не принесло ей счастья. Избранником стал богатый чеченский бизнесмен Руслан Байсаров, отношения с которым напоминали американские горки. То головокружительный подъем, то резкое падение вниз до тошноты. Так однажды, скатившись, влюбленные устроили скандал на всю страну. Руслан оказался столь же неверным, как и бывший Пресняков. Да, и этот сожитель ее замуж не позвал. Несмотря на то, что в семье родился сын Дэни, супруги не постеснялись обнародовать проблемные отношения. Они долго не могли поделить наследника, а Руслан и вовсе увез его в Чечню без разрешения Кристины. Судебные тяжбы превратились в цирк. Сам мальчик выступил с заявлением, что жить хочет с папой, потому что в семье Примадонны никому нет до него дела. Кристина жаловалась на агрессию мужа, из-за чего была не один раз избита. А после очередного скандала знаменитый длинный носик оказался немного сломан. Так и завершилось неудачное сожительство певицы с суровым чеченским парнем, которого она называла раньше «мужчина моей мечты». Дэни стал жить на две семьи, чаще предпочитая общество отца. И это не мудрено, ведь Эрбакайте нашла свое счастье в США, а Дэни остался в Москве. Стабильность в жизни нашей героини появилась только с третьей попытки. Михаил Зимцов, дантист-предприниматель из солнечного Майами, младше певицы на семь лет. Но только он позвал ее замуж, чего она не дождалась от двух предыдущих мужчин. Вот так с двумя детьми на руках в 34 года Кристина Арбакайте впервые пошла в ЗАГС. Шикарная свадьба состоялась в Майами, где и обосновалась с того времени семья. Кристина подарила супругу дочь Клаудиу, но близкие называют девочку Клавой. Однако идиллия семейной жизни, огромной славы и больших гонораров в одночасье рухнули. Алла Борисовна и ее молодой супруг Максим, признанный иноагентом на территории России, начудили так, что самой Кристине пришлось краснеть и убегать. Мама с отчимом, прихватив малолетних Лизу и Гарри, спешно переехали в Израиль после начала конфликта со страной 404. Там, на еврейской священной земле, Максим стал поливать грязью родину, выступая с корявыми стендапами. Слово за слово, и вот он уже иноагент. Алла Борисовна – предательница, а дочь Кристина – двуличное существо, ведь со слов поклонников человеком ее язык не поворачивается назвать. Ее концерты стали массово отменяться в городах России, вызвав череду заявлений в суд на недобросовестную певицу. Но артистка не отчаивается, а зарабатывает на жизнь корпоративами, закрытыми вечеринками и пытается покорять турецкую сцену. Хотя, зачем ей работать? У нее муж – успешный бизнесмен, но и там не все гладко. Нередко в их семье вспыхивали скандалы на почве нет неревности, а постоянного отсутствия любимой матери и любящей супруги дома. СМИ то и дело писали о грядущем разводе, а Михаил и Кристина в очередной раз помирились. Кстати, за выступление Кристины Рабакайте берет недорого – всего 2,5 миллиона рублей. И она с удовольствием приедет и к вам на свадьбу, и на корпоратив, и на юбилей. Интересно, эта сумма ей хоть многочисленные перелеты в США туда и обратно окупает? Не работает же она себе в убыток. Но это еще не все. Помимо отмены концертов, ее имя также вычеркнули из списка звезд, которые примут участие в «Голубом огоньке» этого года. А совсем недавно фамилия певицы украсила афишу главного новогоднего концерта в Москве, которую она опубликовала в своих социальных сетях. Россияне возмутились такой наглостью. «Приезжать на родину только ради денег? Гнать их надо», – комментируют события бывшие поклонники. Арбакайте приедет ради чёса и будет выступать наравне с такими патриотами, как Олег Газманов и певец-шаман. Какое неуважение! Вновь негодуют россияне. Они надеются, что Арбакайте вычеркнут не только из новогодней афиши, но и истории российского шоу-бизнеса вместе с мамой Примадонной и отчимом-клоуном. А как вы считаете, может пусть прилетает или ей не место на нашей сцене? Делитесь своим мнением в комментариях! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова